всем привет дорогие друзья еще раз решила опять поотвечать на ваши вопросы вопросов очень много и очень много разных основ да сейчас поотвечаем подождите секунду так так прошу прощения дорогие друзья просто дети бегают так первый вопрос почему не заведете много кур и свиней ну кур это у нас есть свиней заводить у нас старый сарай там очень холодно и с курями их вместе держать нельзя конечно было бы хорошо новый сарай построить тогда бы можно было свиней держать у вас канал семейный почему в кадре только вы ну канал по идее семейный но после того как приходила опеки дети сказали мы сниматься не будем все после этого егор не хочет сниматься света не хочет катя иногда так под настроение может попасть и сниматься а так они не хотят сниматься дальше вы сказали у вашей мамы было много детей это сколько точно не знаю но то родила по идее на четверых двое света забери пожалуйста ваню двое у нее умерла и вот двое нас было это я и брат володя и помимо этого она очень много делала абортов у нее были выкидыши и аборты если бы она все это не дело то у нее бы наверно больше десяти детей бы точно наверно было но вот сейчас вот думаешь как хорошо что она у нее больше не было потому что это тяжело какая у вас вера может вы баптисты раз так много детей нет мы не баптисты я крещённая в обычной церкви у меня старший сын крещённый в церкви я хотела бы покрестить тоже остальных детей но никто не соглашается быть крестным все думают раз крестный значит будет тянуть деньги или еще чего-нибудь от них просить чего-нибудь да но вот не могу найти крестных чтобы покрестить детей в этом у меня проблема если кто согласится с нашим района или где-то рядышком кто-то может приехать приезжайте буду рада мне просто надо я сама куплю крестики а все куплю сама не просто надо покрестить детей в церкви ну вот говорю не могу найти кто бы согласился быть крестными поэтому вот так вот да игор говори так я тебе говорила когда садись кушать ты не захотела девочки закройте дверь пожалуйста сколько лет вам и вашему мужу мне 36 мужа 40 у вас есть машина нет ребята у нас нет машины но хотели бы ну машина даже с рук это минимум тысяч сто надо так идите погуляйте пожалуйста иди играй мама сейчас заснимет видео и выйдет так муж не планирует поменять работу у нас тут работу лучше мне кажется уже не найти а заездами ездить я не знаю куда найти чтобы его приняли заездами если у него нет такой специальности которые сейчас в основном востребованы вы планируете навестить бабушку и очень бы хотела съездить но пока никак потому что учеба началась да и дорога не не дешевое удовольствие а так бы очень бы рада была бы съездить к ней почему продленка так дорого я не знаю ребят почему это за месяц берется 1600 мне как говорили рублей не знаю почему сколько стоят кружки в школе кружки пока еще света свет сейчас у света спросим и скажу света и сейчас она вам ответит иди сюда скажи пожалуйста какие кружки у вашей школе есть а еще общеники не открыли еще вот какие сейчас уже начались кружки еще пока ничего не началось а в том году какие были танцы и шашки лига это хор лира это хор вот они так кратко называют все больше никаких не было в школе ну вот как видите каждый регион видимо по-своему и школы по своим все спасибо дети бесплатно кушать школе да у меня справка то что я малоимущие дети питаются бесплатно ведро вы делаете из-под краски окрошку вы делаете ведре из-под краски покажите ведро не из-под краски это мы когда-то покупали квашеную капусту в магазине и ведро осталось из-под квашеной капусты мы зимой как-то брали вот ведро осталось зачем допускаете детей до комментариев много негатива читайте сами но потому что они хотят читать поэтому вот они сами они думаете меня спрашивают маму можно почитать или нет у них у всех есть свои телефоны они заходят не читают поэтому зачем покупаете сыну сигарету вот что значит ваше воспитание я ему не покупаю ребята сигареты я ему нынче закупила это консервы крупы дала картошку морковку лук все такое необходимое и многие да спрашивали почему бы вы ему не дали деньги он бы сам сходил купил зачем из дома отдавать но мне так спокойнее я знаю что он там сможет где-то ну не то купит то что надо покушать бы по идее ребенку да он все-таки мужчина ему надо питаться поэтому мне легче продуктами я зато я буду знать что он будет сыт и он все сварит он приготовит он поезд для меня так спокойнее почему вы говорите слово слаживать вас поправляет вы продолжаете так говорить ну не знаю дать привычка уже как ваша спина спина побаливает но ничего я уже знаете уже привыкла таким боли мужа как-то так иногда конечно когда что-то тяжелое по поднимаешь спина очень сильно болит даже и спать него невозносимо начинаешь переворачиваться более идут спине ну а так нормально капли купили для света до мультиварка работает нет еще не сдавала не ходила надо отвезти в ремонт мультиварку сегодня хотела увезти опять ее дома забыла зачем вложить илье с собой консервы но потому что у него там нету холодильника поэтому я и кладу ему консервы что там нет магазинов ну я уже ответила на этот вопрос потому что я не хочу мы деньгами давай потому что он купит то что ему не надо вы сказали что ваня только спит в памперс почему днем щеглял в них а вот тогда да он попал в кадр потому что в это время как раз он собирался на улице как вы заметили у нас погода не радует холодно и дождливо он бывает что не успевает штанишки сняет и писица сейчас в холодную погоду не хочется чтобы он сырой ходил поэтому я ему одеваю памперс и он на улице еще гуляет памперс сейчас тем более немножко покашливать стал поэтому перестраховаться лишний раз и ничего страшного нет знаете у меня у знакомой у них 4 года ребенку она все еще одевает памперс ввиду того что тоже чтоб ребенок не портил мебель но матрасы в частности потому что описица матрас испортится вот у меня оксаночка она тоже все еще писица но я и нынче застелила клеенку так пленку пупырчатую купила и постелила ее и вот скотчем ее еще закрепила чтоб не испортила и в запасе еще такая пленка лежит не дай боже потому что матрас покупать постоянно тоже возможности нет самый дешевый матрас стоит 4000 рублей сделайте трансляцию с донатом на покупку нового холодильника дорогие друзья я не я не разбираюсь с этим донатом у меня дело старший сын илья это мне надо сесть просто поразбираться но с донатом я не буду делать нет я сделаю потом трансляцию просто мы посидим с вами пообщаемся да но без доната потому что я не хочу чтоб мне потом писали что вот на донатила да то 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 и опять потом жалоба пойдет в опеку напишет что вот она донатить деньги зачем мне это надо предупредите нас заранее когда его сколько будет трансляция обязательно предупрежу заранее на странице сделаю оповещение то что будет трансляция или мы с вами договоримся просто желательно выходной или вечером хорошо не только камеру я сюда хорошую куплю потому что камера все не срабатывает на компьютере или есть плиты и микроволновок в комнате у него есть такие как поняла плитка микроволновки у него нету он снимает комнату или квартиру он снимает комнату в общежитии я так или во многоквартирном доме круче я так и не по но и я знаю что комната у него идет целая он фотографии мне скинет я вам обязательно вставлю вот он мне все еще не скинул обещал скинуть и не скинул поэтому вставим ну у него вайфай дома есть но там по-моему не оплачен у негоай-фай надо чтобы он узнал у хозяйки как подключить это when fay может и оплатить ему его этот вайфай и чтобы у него работу а так у него там интернета сейчас нету но горит мама роутер там есть но он не работает я ему сказала чтобы он спросил у хозяйки может как то можно оплатить и чтоб пользоваться можно было Потому что ему и уроки надо делать Где-то что-то, чтобы в интернете посмотреть Все равно нужен интернет А так мне приходится ему еще помимо того Что мы за жилье платим Еще я ему на телефон 500 рублей ложила Чтобы у него был безлимитный интернет Какого цвета кухонный гарнитур? Сказала серый Ну да, он светленький Я вам, ребята, постараюсь Скрин сделать В магазине, где я его покупала И вставлю Потому что пока мы еще его не собирали Еще пока не доделали Как доделаем, я потом вам покажу Чуть-чуть еще, потерпите Так, а показала на шкаф бежевого цвета Ну да, ребят Просто у меня подходящего здесь цвета нет Такого дома Ты сказала, что у тебя есть подработка Какая? Я Занималась раньше секондом Ну и сейчас иногда тоже этим подрабатываю Я заказываю товар Я перепродаю его Если я мешок товара заказала Вот, например, потратила я 5 тысяч Перепродала его У меня получилось 7 тысяч И вот Прибыли, получается, по 2 тысячи Вот так потихоньку Копив, 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 копив Где-то вот я рекламу каналов других делала Тоже немножечко отлаживала на холодильник У меня накапливалось Но вот, к сожалению, сейчас у меня никакого холодильника нет Многодетная семья Проезд бесплатный Узнайте У нас в городе, ребята, этого нет Я ходила в администрацию Мы поднимали этот вопрос Когда я еще даже в ОТП работала кондуктором Мы поднимали этот вопрос Насчет бесплатного проезда В нашем городе Это, видите, зависит от того Спонсирует вас или нет Наш город не спонсируется Я так поняла И поэтому в нашем городе нету такого бесплатного проезда Тут и ни для инвалидов, ни для пенсионеров Ни для кого нету вот этого бесплатного проезда Поэтому вот так Некоторые мне писали Настя, так купите у вас какие-то карточки там есть Для проезда У нас в городе есть только для пенсионеров карточки Специально им дают В пенсионном или где, не знаю точно Но вот им дают такие карточки Для остальных не дают Почему убрали батареи Какое у вас отопление У нас сейчас отопление это печки Мы топим печки Почему убрали центральное отопление Потому что у нас выходило очень дорого Центральное отопление И плюс у нас все батареи уже текли Мы хомуты ставили Толку ноль У нас могло посреди зимы Просто начинать батареи течь И приходилось перекрывать все отопление Делать Поэтому мы убрали Мы после того, как ребята вставили Окна У нас дома стало очень тепло Да, Света? У нас просто жарко стало дома Если мы один день потопим печку То потом неделю можем спокойно не топить У нас дома жарко Поэтому Вот Сейчас у нас хорошо и тепло У вас есть газ? Почему не купите баллон? Ребята, баллоны газовые у нас есть Муж сказал Он нашел и есть газ баллоновый Но плиту мы не покупали У нас пока нет возможности ее купить Потому что они не дешевые А центрального газа Вот как нам писали У вас должен быть центральный газ И тому подобное Ребята, к нашему дому центральный газ не подсоединяли Да, вот здесь вот трехэтажка Ой, трехэтажка Это же трехэтажка, да? Да Трехэтажка Вот в этом доме есть центральный газ А у нас К нашему дому оно не подведено А подводить самой Это очень, ребята Дорого обойдется И поэтому нет Может быть когда-нибудь Со временем Будет возможность Я куплю Но баллон у нас уже есть У вас большой двор Почему там не сажаете ничего? Кусты У меня есть черноплодка Ну вот они в основном вымерзают Я как-то покупала кусты Несколько штук садила Они у нас вымерзли Потому что у нас зимы холодные И мало что выживает У вас дом на два хозяина? Да, у нас дом на два хозяина У нас есть соседи Они держат коз Больше 25 коз Что ты? Так нагибаешься А там в зеркале, кстати, хорошо видно Во сколько ложатся дети Дети и вы спать? Дети ложатся в часов 10 Я обычно в час, два, в три Когда как Ну смотря какая работа есть То потом так и ложимся спать Ну бывает еще я перед сном могу сесть повышевать Это у меня как обычай уже стал Я перед сном сажусь и вышиваю Планируете ли вы еще ребенка? Все Нет, не планируем Как бы, ну Чего? Катя говорит, планируем Ты меня не пугай, ребятенок Я вот так вот А, так оно так слетит Прошу извинения Тут ребенок просто отвлек Дальше Стоите ли вы на учете в опеке? Нет, ребята, мы не стоим на учете в опеке Потому что нет никаких нарушений По сути Если по всем правилам посмотреть Вот я почитала в интернете У нас ничего под это не подходит Чтоб нас ставить на учет Так что мы не пьющие Дети у нас одеты обуты Продукты есть Хозяйство держим У них у всех есть свое спальное место У них у всех Вот вы говорите Также они как-то не так разговаривают Для нашего Пермского края Они нормально разговаривают Даже вот У нас в школе Многие дети так же разговаривают И, ну, это наш говор Как говорится У нас многие так разговаривают Поэтому мы уже привыкли Что мы так разговариваем Такое ощущение Что вы больше любите Ваню и Илью А девочек меньше Неправда Я всех люблю одинаково У меня, наоборот, складывается ощущение Что я больше, наоборот, девочек люблю Потому что я им чаще все покупаю Девочкам чаще и одежда берется И вкусняшки берется Особенно вот старшим девчонкам Так как они растут И вот сегодня у нас Света, принеси свои сапоги резиновые Помните, в том году я покупала ей За полторы тысячи сапоги-ботинки Которые она выбирала Очень долго в магазине И выбрала Сегодня я ей достала Так как у нас сегодня был сильный дождик И она померила их И к моему разочарованию Они маленькие Они 38 размер Ну, ничего страшного Они перейдут для Катюшки Но получается, что она только осень их поносила И все И они новые стоят Принесла Вот эти вот Подожди Помните, вот эти вот В том году я ей покупала Тут она уже, Катя, видать, одевала Вот такие вот ботинки Они резиновые Прорезиненные И вот они и маленькие стали Все Катя, на Свет, на, уноси И вот придется ей сейчас нынче покупать Поэтому мне надо Сейчас постараться Побольше видео выпускать Чтобы подзаработать Побольше денег И чтобы я смогла купить Мне надо Свете обувь Мне надо маленьким Обувь У Вани ботиночки Все Становятся маленькие А зимние еще рано одевать У него, по идее, зимние есть теплые Но в них как бы рано Но там посмотрим Где ваша ящерица Ящерицу я продала Как обстоят дела в целом С паласами С паласами все нормально Так, Настя, говори, пожалуйста, кровать А не койка Хорошо, дорогие мои Постараюсь говорить кровать Кстати, все еще ее не привезли С формулой мебели Жду, не знаю Мне уже многие писали Настя, сходи, откажись Забери деньги И закажи в другой компании кровать Да? Ну вот посмотрим Поеду в город по делам И обязательно зайду Узнаю у них что да как Нет, так значит откажись По идее, они мне обязаны вернуть деньги Как давно вы живете на этом месте? 9 лет Мы живем здесь Сколько у вас соток? Такой огромный двор По идее, в собственности У меня 11 соток Это вот, которая дальше Бани, гаражи Вот там в собственно А все остальное у меня в аренде Я за аренду каждый месяц Каждый год То есть плачу денежку Так Сколько Так, это я читала Сколько лет вашему мужу я читала Отвечала уже На чем делаете окрошку? Окрошку мы делаем на воде с уксусом Потому что с квасом дети не любят Как давно вы живете на этом месте? Я прочитала Сколько у вас соток? Такой огромный двор Тоже прочла Ну вот я уже сказала Где триммер? У вас трава по пояс Триммер есть Просто пользуется им только муж А он пока на работе Ну а мне самой попробовать покосить? По идее, там ничего трудного нету Он как-то заправит И сделать, попробовать самой Почему грибы во дворе не собираете? Можно же засолить Ну нет, почему мы собирали тут грибы? Эту варили Грибницу Я тогда в том видео сказала Уху из грибов, да? Было смешно Ну просто заговорилась Зачем мухоморы топчете? А зачем они нужны? Я топчу, чтобы у меня ребенок маленький Потому что, чтобы не это Мы периодически ходим и убираем Все плохие грибы, да Иди туда Машка, Катька, Светка, идут гулять Все, уходите Машка Двери закройте, пожалуйста Так Почему вы покупаете сигареты Ильи? Я ему не покупаю Выжимать Настя, обратите внимание На будку Тайса Она закопана в земле И вся вода И снегопад Вовнутрь Ребята, она У него стенки закопаны Но не в ход Так, наоборот Даже теплее будет Так Где лаз в будку? Обязательно покажу Почему картошку копаете только вы? Почему дети не помогают? Приучаете к труду? Нет, почему То я копаю То муж копает То Егорка Мне сын помогал Вы видели Видели, что он мне помогал Света на тот момент Смотрела за маленькими детьми Потому что они дома были Поэтому она смотрела за ними Катя делала электронные уроки Маша тоже Что-то Какие-то поделки Что-ли делала В школу Поэтому мы так копали Маш Ты в зеркало попадаешь Отойди, пожалуйста Ваня в этих вещах В саде ходит И на огород Ну, у нас Потому что стирка По сто раз в день бывает Поэтому, да Так вот Топинамбур Будете на зиму заготавливать Но у нас дети Никто, по идее, не едят Топинамбур В основном Мы брали когда-то еще Садили его Ну, если будет, то да Но его тоже немного, ребята Почему во дворе Постоянно такой бардак? Неужели нельзя убраться? Ну, потому что дети играют Вот я не понимаю Некоторые пишут Да, вот бардак, бардак А вот, по сути Дети играют Дети раскидали И что? Они потом в конце дня Раз, собрали игрушки И убрали Я ничего такого в этом не вижу То, что Где дети есть Там немножко бардак Это, мне кажется Вполне нормально В любом семье Где дети есть Будут раскиданы игрушки Это даже не бардак Это, получается, их творческий Беспорядок небольшой Ну, вот Как-то так Вот на все постаралась Я вопросы ответить А, еще был вопрос По поводу общежития Говорили, что там Где-то в Боровске Есть общежитие Есть Но это не к этому училищу Относится Где Илья Учится Не к этому колледжу Ему предлагали Только в Тахтуево Поэтому Тахтуево далеко Если кто не местный Тот не знает А если кто местный Тот поймет Что в Тахтуево Ему предлагали общежитие Но там оно далеко Поэтому мы отказались Но, по большей части Я Илье сказала Смотри, сам По идее Ты будешь пенсию получать Ты можешь оплачивать Нет Хочешь, живи в общаге Тебе даже еще лучше Ты сможешь больше одеться Ты сможешь больше на себя потратить На что он сказал Что я буду снимать себе жилье И хочу жить отдельно Я не хочу жить в общежитии Где все могут зайти Те в комнату Что хочешь взять И поэтому вот так вот Ну, это Ивона решение Он мальчик уже взрослый Ему 18 Чем смогу, конечно Я буду помогать Потому что я не отказываю ему Все-таки мама Ивона И буду помогать, конечно же Так что вот такие вот Были ответы на ваши вопросы Вы пишите в комментариях вопросы Задавайте еще Я постараюсь отвечать Постараюсь сейчас побольше снимать Завтра, кстати, буду врача Ванечки вызывать Потому что сказали Лучше врача вызвать Чтоб врач проверил Чтоб у него ничего не было красное Если все нормально То нам потом пойдет в садик Если нет Будем сидеть на больничном Посмотрим Я сегодня, потому что воспитателю позвонила Она сказала Лучше перестраховаться Потому что у нас очень много заболело И в школах В некоторых школах даже Позакрывали несколько классов Но будем надеяться на лучшее Ну как бы сильно кашля Такого у него нет У него чуть-чуть Но для перестраховки Лучше я его оставлю дома Ладно, дорогие друзья Спасибо за то, что вы пишете свои вопросы Задавайте дальше Постараюсь ответить Постараюсь в ближайшее время Купить вот с этой зарплаты Постараюсь обязательно Купить хорошую камеру на компьютер И мы с вами сделаем прямую трансляцию Так что оставайтесь с нами Подписывайтесь на наш канал Пишите ваши комментарии Ну и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok